Как меняются каналы коммуникации с покупателем в последнее время? Мы здесь идем за потребителем. Потребитель все больше живет в цифре, потребитель все меньше смотрит телевидение, потребитель все больше смотрит пуш-нотификации. Мы это исследуем, мы это смотрим. Для нас человек это важен и первичен. Сейчас он куда идет? Сейчас он идет в цифру, сейчас он идет в телефон. Экраны все больше, экраны все ярче. Значит, мы на нем можем показать более яркий наш магнит свежести и все остальные продукции, как нашу, так и наших партнеров. Поэтому все очень просто. Мы идем в телефон. Будем делать кучу проектов, пилотов, как я говорил, в цифровой сфере, в лайке, в тиктоке, в фейсбуке, в контакте, в других приложениях. Ну, вы уже это делаете. То есть мы все видели коллаборацию с PepsiCo. Мы видели кумиров молодежи, которые фигурно стоят с упаковкой известной марки чипсов в магазинах. Но, получается, это вот реклама, которая явно рассчитана не на вашу традиционную аудиторию. Как-то принято считать, какова была аудитория магнита. Зачем вам нужна вот эта новая аудитория? Ну, во-первых, это аудитория те проекты, которые сделали это молодежь. Молодой аудиторией мечтают все компании и любые ритейлеры любой страны хотят, чтобы к ним ходили молодые люди. Потому что если привычка у вас получается с детства, то она с человеком остается и на долгие-долгие годы. Если TikTok, если вы следили за тем, что происходило, это то, что люди сами снимали видео, купив Pepsi в магните. И те 220 миллионов просмотров, 222, если быть точным на сегодняшний момент, это суммарный просмотр того видео, которое мы сделали с Ивлеевым. И в основном мы делали это для Инстаграма. И TikTok шел паровозом. Люди не только чувствуют себя объектами рекламы, они чувствуют себя творцами рекламы. Потому что сейчас, если мы говорим про детей и, например, вопрос по скрипышам, дети начинают формировать свои отношения к любому продукту, видеопродукту в интернете. Это с количеством лайков. И первая реакция – ой, там меньше миллиона лайков. Это ни о чем. Поэтому фактически этот результат в TikTok достиг, потому что люди боролись за то, чтобы лучше станцевать, интереснее станцевать. Чтобы набрать больше лайков, чтобы набрать больше просмотров. Я не знаю, смогли ли они их монетизировать или нет, мы точно с Pepsi смогли. То есть вы довольны итогами? Мы очень довольны. Я не буду говорить про цифры, но мы знаем цифры, потому что мы посмотрели отчет по продажам категории, по продаже порционного Pepsi. Мы очень довольны. Вы затронули немножко эту акцию со скрипышами. Можно ли какие-то, может быть, итоги подвести, если вы готовы поделиться с нами? Если подвести, мы действительно выходим на цифры по показателям, которые выше плановых. Основной взрыв популярности произошел после того, как дети вернулись в школу и начался обмен, перемен. Или как один из руководителей нашей компании, что в их гимназии, где учится ребенок, есть коллекционирование. Мы смогли затронуть эмоции. Поэтому мы довольны. До этого в этот формат мало кто верил. Мы действительно его исследовали. Мы определили, что это что-то новое. На рынке очень тяжело найти что-то новое. Мы, честно, были в сомнениях. Одна из причин, почему мы начали работать с Pepsi, это был успешный опыт. Потому что мы внутри для себя решили, что мы должны найти еще кого-то, кто поверит, кто посмотрит на результаты исследований и поверит вместе с нами в этот проект. И здесь я действительно говорю спасибо Pepsi, спасибо Danone. Потому что без их участия проект бы не свершился. А если говорить о том, что вы сейчас сокращаете СТМ и будете продвигать бренд производителя. А вот почему именно так и по каким каналам вы это будете делать? Причина основная в том, что мы хотим зарабатывать больше. Промо-давление, о котором говорил Сорокин, о котором говорил Егор Шумилин и остальные спикеры. Это самая большая боль как ритейлера, так и производителя наших партнеров. Единственный способ для нас поучаствовать в конкуренции производителей и создать большую ценность и маржу, это производить качественные продукты, например, магнит-свежесть, которые, а, и привлекают потребители, и могут привлечь нам дополнительный трафик людей. И, в конце концов, если люди довольны качеством наших помидоров, огурцов, грибов и других-других продуктов, мы немножко заработаем больше, нежели чем мы просто будем перепродавать продукцию наших партнеров и поставщиков. В феврале этого года вы запустили так называемый зонтичный бренд. Что изменилось? Ну, во-первых, мы начинали с того, что было масса визуальных решений магнита. У меня был слайд, где мы показывали, каков магнит. И он всегда был разный. В случае косметика, в случае MBA, как внутри, так и во вне компании. И мы искали символ, который может объединить все структуры, все форматы магнита в единый зонтик. И мы его нашли. Это руки. Руки, которые должны выражать внимание и заботу. Это то, что хотят люди. Разные руки, разные ситуации. Они могут заботиться о людях, они могут заботиться о продуктах. И идея – это то, чтобы действительно магнит ассоциировался с качеством, с хорошим сервисом, с вниманием, когда это нужно, заботой. Это те вещи базовые, которые будут объединять любой формат или любой бренд, который мы будем запускать. Ожидания от обновления бренда, они оправдались или пока еще в процессе оправдывания? Я говорил сейчас о том, что люди перегружены информацией. Обычно при любом запуске критичным периодом является второй-третий год. Мы точно можем сказать, что у нас нет негатива. У нас есть позитивная обратная связь от потребителя. Но мы в этом были уверены, потому что мы видели, что это был явный лидер на установочных исследованиях до запуска, до ребрендинга. Но ключевым для ребрендинга годом, когда будет решаться, это второй-третий год. Когда проходит первичный интерес ко всему новому, и люди уже действительно начинают проверять, а правда ли оно то, что мне обещали. А ну-ка я проверю. А ну-ка действительно получу я эту заботу или нет. Поэтому подведение основных итогов – это впереди. Стоит ли проводить такие обновления? И как часто стоит их проводить? Обновления, если мы возьмем последние, например, 90-е или нулевые, каждый бренд, например, он обновлялся. Это был нормальный цикл раз в 4 года. В нулевых этот цикл стал раз в 2-3 года. В данный момент, ну, ритейл, во-первых, обновление по позиционированию, если мы говорим о логотипе, это достаточно большая стоимость. Потому что переодеть, перекрасить, изменить логотип на более чем 20 тысячах точек – это достаточно большая инвестиция. Поэтому мы точно должны быть уверены, что это хороший символ, который воспринимается людьми. То, что касается смысла, который мы можем наполнять, объект цифровой – это должно наполняться и нами, и людьми. Мы должны здесь сделать двустороннюю связь. Мы даем посыл, люди его принимают или не принимают. Но сейчас есть свобода информации, и время на реакцию, оно фактически – это столько, сколько секунд человек смотрит на экран и определяет. Нажать ему лайк, дизлайк, прореагировать каким-то образом. Поэтому мы будем меняться чаще. И каждый наш формат и Google будет меняться чаще. Частота – это очень важный фактор. Но именно частота проявлений. Я не думаю, что мы будем менять базовые ценности семи магазинов Маги. Они должны остаться такими, которыми мы их определим. Это забота и внимание.